итак уже прошло больше двух недель я на прошлой неделе уже проводил вторую стрижку повторную еще дополнительно колышков навтыкал вот видно да и в два раза больше стало то есть так как у меня идет в два ствола я каждому второму стволу еще поставил колышек и подвязывал их и тем не менее прошла неделя после моей 2 стрижки и смотрите уже какие пасынки огромные выросли конечно же надо было еще чуть пораньше их убрать но у меня совсем не было времени я узел в город там по делам и потом когда сюда приехал здесь тоже была куча дел сейчас только руки добрались но внизу видно насквозь просматриваются грядки мои тут все нижние листики я разумеется обрезаю стараюсь временно это делать вот сейчас я проведу еще одну стрижку то есть это будет уже третья стрижка за полтора месяца примерно сильно много не кромсаю их пока вот эти цветочки идут да чтобы они не сильно болели я срезаю все нижние листья которые приближаются к земле очень близко особенно вот такие которые прям касаются но чтобы от фитофтора защитить и разумеется все пасынки вот такие обрезаю вот еще один растет потому что два свала у меня уже есть вот он два больших не вот вот такие вот сейчас буду все удалять вот тоже уже по 30 сантиметров они каждый день прибавляют вот по столько наверно поэтому не успеваешь уследить вот ей постриг помидоры свои а то им было тут слишком тесно период так вот чистенько красивенько здесь по несколько листочков оставил на каждом стволе все пасынки посрезал и немножечко проредил чтобы не так густо было тут прям целый лес был и сильно много листьев тоже не хотелось срезать потому что они еще цветут еще маленький совсем листьям тоже нужны это думаю но в любом случае конечно результат вы увидите конце этого видео какие помидорки меня получится вот такая куча по и получилось стрижки в такую жару 30 градусов там тяжело было дышать прошла еще неделя и время прошло очередной стрижки помидоровым как вымахали у меня до крыши до самой и крупных уже очень много по идее не скоро уже краснеть начнут и так как я планирую по закатывать помидоров то есть не просто так есть для закатки на зиму поэтому сейчас буду проводить более жесткую стрижку потому что вот эти нижние смотрите уже довольно таки крупные ну куда уж дальше да и таких очень много снизу чтобы они уже быстрее начинали краснеть а то они все никак в этом году в принципе немало помидоров очень много цветков здесь как только нижние покраснеют я их сорву и начнут вызревать уже повыше помидоры быстрее наливаться краснеть и давайте сейчас начнем стрижку потому что очень быстро они вырастают по санкете вот здесь очень хорошо видно видите какие длиннющие хотя я вроде внимательно смотрел состригал за неделю вот такие вырастают огромные и плюс листьев тоже часть листьев я каждый раз срезаю но сперва срезал немного как только помидоры уже более-менее такие налились которые в банку самое хорошо чтобы не слишком огромные были я уже буду срезать побольше листьев на этих кустах чтобы они быстрее краснели вот такие уже не пойдут разумеется в банку их не запихнешь такие конечно же будем съедать а вот это вот самое но это наверное сорт такой я думаю они очень крупные он там их внутри много очень ну в общем сейчас пройду стрижку и покажу что получилось вот очередная стрижка закончена он сколько получилось лишнего и теперь им дышится полегче я надеюсь все таки на этой неделе некоторые из помидоров покраснеют или хотя бы начнут краснеть снизу я пообстригал вот там где большие такие помидоры пообстригал селисти и дальше шел как советуют некоторые блогеры пока еще прислушиваюсь к советам но продолжают делать эксперименты и смотреть что получится то есть там где крупные помидоры я срезаю селисти под ними а там где вот много мелких я оставляю по два листа вот раз и два под этой кистью то есть дальше идет опять кисть с помидорами и дальше опять два листочка оставляю и для того чтобы они росли а уже когда вырастут вот так я срезаю все листья ну думаю тут видно да пасынки обязательно все срезаю а вот листья где-то наверху я оставляю пока еще по многу листьев потому что он только цветочки помидоркам нужно побольше солнечного света фотосинтеза ну разумеется когда эти помидорки начнут поливаться я буду тоже при каждой стрижке по чуть-чуть листьев убирать вот так сегодня 7 августа воскресенье очередное время очередной стрижки это последняя стрижка в этом году и я все-таки решил состригать не только пасынки и часть листьев и я буду еще состригать вот эти точки роста чтобы они дальше росли так как я уже через три дня на море если кому интересно тоже видеоролики будут на канале и про поездку в поезде и само море в крым в общем кому интересно ну так вот много помидоров уже поспела много сорвали уже видим вовсю очень много пропадет к сожалению потому что мы на 20 дней уезжаем самые крупные помидоры но разумеется и спелыми и просто крупные я посрываю несколько штук остальные останутся очень надеюсь что они все-таки дождутся моего приезда и повисят ну конечно некоторые опадут используются а вот такие крупнички которые размером с ладони насколько ни грамм 300 400 такие один уже поспел практически самый огромный я не знаю что это за сорт на на бычье сердце как но они прям нереально большие у рукой собрать в банку конечно такой не закатаешь ну разумеется как уже видно да они уже начали все красней то есть никакой фитофтуры никаких заболеваний очень надеюсь на то что все-таки успеют некоторые маленькие помидорчики вот которые все-таки наверно уже нет все равно их на секунду пока не буду трогать точки роста вот только срежу так от цветочка оставлю а там кто знать если сентябрь очень теплый будет то может быть эти цветы превратятся в помидорки и созреют маленькие тоже посозревают ведь они быстрее будут расти и созревать в общем друзья судя по результату который у меня получился я вполне считаю что такой метод стрижки которые вы видели очень даже хороший возможно в следующем году я попробую как-то по-другому встречному экспериментировать я люблю те кто на моем канале давно знают это но можно делать и так единственно в следующем году я буду более тщательно выбирать сорта помидоров при покупке мне не очень нравится желтые помидоры не конечно же вкуснее но красный по аромате мне кажется смотрите там кучу куча маленьких растет надеюсь я приеду и они уже подрастут и можно будет закатывать банки хочу несколько банчик закатать в этом году и сейчас как раз заодно будет эксперимент я посмотрю как они проживут без воды 20 дней но об этом будет другой видеоролик